Наверное, организаторы специально между учеными понапихали культурологов, литераторов, фантастов, чтобы наши выступления выглядели не такими яркими. И после Шишкина выступать совершенно трудно. Но я шел сюда со своим конкретным проектом и хочу говорить об очень конкретных вещах. О вещах, которые можно воплотить в железо, которые уже воплощены в железо, которые надо развить. И вот поскольку я буду говорить очень конкретно, то я имею право сказать и общефилософски вначале. Вот однажды один из самых великих философов XX века, которого официальная наука называет литературным критиком, а иногда литературоведом, Михаил Михайлович Бахтин сказал такую фразу, что существует лишь то, что чревато словом. Я позволю себе слегка изменить это замечательнейшее гениальное утверждение, над которым еще многие умные люди будут думать очень долго. Существует лишь то, что способно задавать вопросы. Итак, я буду говорить о конкретном проекте, но несколько слов до этого. Если мы вернемся лет на 500 назад, так хочется с Шишкиным поспорить. Вот этот виртуальный мир, товарищи, все это есть, пока рука не дотянется до розетки. Понимаете? Раз, так, раз. Ее надо либо вставить туда и где-то черпать эту энергию. Из этих первых, вторых, третьих, четвертых, пятых, шестых кого? Энергоблоков, товарищи. Вот в том-то и дело. Ну ладно. Так вот, вернемся лет на 500 назад. К тем представлениям, которых имело человечество по поводу нашей Вселенной. Мы космос называли небесной твердью. Это действительно так, достаточно открыть там фолианты. Даже 19 века, где уже с неким юмором об этом, правда, говорится. Почему так было? Потому что, глядя на звездное небо, а тогда еще было достаточно темно в городах, и многие видели это звездное небо. Люди видели, в общем-то, неизменную картину. Годами, сутками, десятилетиями. Иногда на нем, на этом небе появлялись какие-то объекты, которые приводили в ужас, и с которыми, ну вы знаете, прекрасно, что с появлением комет связывали, как правило, всякие несчастья грядущие или совпавшие. Ну, в общем-то, мироздание было довольно неизместным, и таким непонятным началом, непонятным концом. Я хочу сказать, что, по большому счету, эта ситуация продлилась до начала 21 века, в котором мы живем. Конечно, в 20 веке мы открыли много интересных изменений в нашем большом доме, в котором мы живем. Но то, что произошло на границе 90-х годов прошлого века и начала этого века, это совершенно перевернуло нашу Вселенную. Ну вот, если вы представили себе небесную твердь, которой пришпилены звезды там, я сейчас вам хочу показать небольшой фильм, как выглядит наша Вселенная сейчас. Но только перед этим, вы закройте на минутку глазки свои, на 10 секунд буквально закройте глаза, а потом вы откройте и увидите современную Вселенную. Вот я нажал, а она не появляется. Ну, открывайте, открывайте. Вот это наша галактика, а это весь мир, это его двумерная проекция. Наша Вселенная стала походить на новогоднюю елку, которая каждый день, каждую секунду, я уж не знаю, там наносекунды, не будем об этом, происходит что-то новое. Это не нарисованный фильм. Это съемки нашего неба за последние несколько лет, полученные американским аппаратом, космическим аппаратом. Я часто говорю, что американский налогоплательщик, чтобы посмотреть этот фильм, заплатил полмиллиарда долларов. Это немножко дороже аватарки и прочего-прочего. Каждая вспышка, это реальная вспышка. Не надо вас, оставьте для шишки. Знаешь, каждая вспышка на этом снимке обошлась американскому налогоплательщику 1 миллион долларов. И вот Вселенная ожила, она стала двигаться, перемещаться, она не похожа, каждую секунду, она не похожа сама на себя. Почему это произошло? Да потому что в конце 20 века, в начале этого века возникло новый инструмент исследований, так называемые робот-телескопы. Телескопы-роботы, они появились, потому что произошло три революции. Появление интернета, это правильно. Второе, появление компьютеров, которые можно поставить на стол или под стол. И появление цифровых фотоаппаратов. Цифровых фотоаппаратов. Что такое цифровых? Если кто-то помнит, как лет 20 назад мы делали фотографии в красной комнате и так далее, все это часами длилось, теперь я могу делать фотографии в ту же секунду. А я астроном, я тоже человек вообще-то. Я тоже могу. И если мы небо начнем снимать с той же скоростью, с которой его запечат... Вообще эта идея выслать все в космос и засорить на сферу вот этой информации, меня она не очень возбуждает. Потому что я как... Я знаю, что у каждого в компьютере около миллиона фотографий. Это ужас. Их никто никогда не посмотрит. И вот... И вот где-то 8 лет назад, на этом слайде, 2002 год примерно, мы в России, ну вы помните, что такое начало 2000-х годов, мечтали, стали мечтать о том, как сделать свой робот-телескоп, чтобы увидеть эту новогоднюю елку. Пока у вас ее нету, вы живете под небесной твердью. Да, вы можете даже запустить спутник, и он будет пикать, и это руками надо делать. Но оказывается, вся вселенная Биг-Биг передает нам каждую буквально секунду. Для этого надо было сделать этот робот. Ну вот, я стою в реальной обсерватории под Москвой, это деревня Востряково, два километра до аэропорта Домодедово, в окне Русь. Да, и я, за моей спиной этот первый робот-телескоп, я его вам не буду показывать, потому что он был собран на коленях. Для того, чтобы его сделать, нам пришлось найти такого богатого человека, который подарил нам фотоаппарат цифровой, ну, профессиональный. Он стоил тогда 50 тысяч долларов, между прочим. И вот мы сделали этот первый робот-телескоп. Но под Москвой и в Москве это вообще, Москва это страшное место, как и вся европейская часть России. У нас небо бывает в году 30 дней, и я стою и смотрю на это чистое белье и думаю, где бы взять денег, чтобы поставить эти телескопы где-нибудь в небе, где-нибудь в горах, на снежных вершинах, или где-нибудь в солнечных местах. А еще лучше, ведь она новогодняя елка, она взрывается каждый день, эта вселенная. Значит, ее надо снимать все время, ночью, днем. Значит, надо по долготе это все дело разметать. И тут я вспоминаю, что мы живем в самой большой стране. вот когда на международных конференциях тут делаю паузу и дальше говорю на английском языке in the universe. Не, ну сначала такая пауза, тишина до них доходит, потом они начинают смеяться. Действительно, Россия самая большая страна во вселенной. Потому что нет других стран. А вы говорите интернет мысленно. Я думал и мечтал о том, как поставить наши роботы роботы от Москвы сейчас реклама прекрасная идет гугли хрома. Видели, да? Там куда уехал или там е равно там от Москвы до до самых до окраин, да. Но нужны были деньги. Денег не было. Шесть лет я возил картошку нашим студентам, аспирантам. Ведь наш робот в основном состоит не из железа, не из оптики, не из линз. А из математического обеспечения. Что он делает? Мы внутрь его памяти засунули все данные, о которых нам говорил Владимир Георгиевич Сурдин о вселенной. То есть наш робот знает все о небе. И как только он, снявши звездный кусок неба, сравнивает там внутри себя свои представления о небе и с тем, что на самом деле есть, эту разницу он выдает нам на гора по интернету. Не выходя из дома, я получаю сразу из деревни Домодедово результаты. Ну как это все по стране раздвинуть? И вот в 2008 году наша партия и правительство наконец выделила деньги в лице Московского университета и Уральского университета нам на первые роботы-телескопы в более приличных местах. Смотрите, это самая вершина Европы Эльбрус это наш робот он такой двуглазый не одноглазый но вы знаете символы нашей родины он двуглавый наш телескоп почему он двуглавый потому что если кто-нибудь электронно-цифровым аппаратом пытался снять что-то мимолетное тот знает что это почти невозможно на самом деле а нам нужно снять вот такую вспышечку да еще цветным образом я в одну трубу ставлю зеленое стекло в другую красное а потом это складываю получаю цветное изображение это первый цветной поисковый инструмент в мире этого класса посмотрите я специально изменил доклад потому что позавчера мне с Урала у нас сейчас такой телескоп стоит на Урале на Байкале и Благовещенске то есть мы обустроили всю Россию и посмотрите что вчера мне прислали с Урала ой вот это снимок из деревни Кауровка 150 километров от Екатеринбурга это обсерватория Уральского государственного университета а вон там котская голова о которой вам тут говорил профессор Засов и там рождаются новые звезды но обратите внимание какая она маленькая в нашем телескопе это потому что у него большое поле зрения потому что наш телескоп заточен не на наблюдение маленьких там козявочек а на поиск нового того что появляется во вселенной ну вот пойдем дальше в сентябре прошлого года это республика Бурятия я сейчас объясню что на этом кадре этот фильм стоит тоже ну он не полмиллиарда долларов стоит он обошелся вам российскому налогоплательщику в миллион долларов обошелся наш телескоп стоит около миллиона долларов такой телескоп в прошлом году мы поставили на Байхале вернее на Бурятии долина Тункинская вокруг бесконечная 50-километровая пустыня вдоль которой идут коровы и стоит наш телескоп там он работает сам по себе там никого нету там есть деревня какая-то бурятская и вот в самом центре кадра посмотрите там звезды трепещут ну потому что воздушная атмосфера их колышет вообще без телескопа на этом месте не видно простым глазом ничего то есть наш телескоп достаточно так мощный он видите появляется в центре и исчезает это я замкнул по кадру на самом деле вы видите гибель звезды расположены на другом конце вселенной вот этот фильм я говорю американский налогоплательщик заплатил миллион долларов и российский мы сняли его за 2 миллиона 6 сентября 2010 года дело в том что наш телескоп очень мобильный он быстро реагирует на все и поэтому он успевает навестись в тот момент когда еще само событие не кончилось и не началось посмотрите есть момент когда его еще нет а потом оно появляется это образование черной дыры впервые я вам показываю отечественный фильм не скажу что в мире в мире снимали да снимали до нас но ни разу не снимали цветного фильма он не цветной вам кажется что он черно-белый да но он снят в двух поляризациях для науки это гораздо важнее чем просто красивые вот это вот фантики эти черно-белые пойдем дальше о чем же я прошу сейчас в вашем лице богатых людей нашей страны смотрите Россия конечно самая большая страна но все-таки 9 часов 9 часов зимой хватает чтобы непрерывно мы контролировали вселенную до самого последнего края но летом-то летом наступает белая ночь и нам нужно черт поэтому мы должны обязательно двинуться вокруг земного шара вот эти флажки это реально существующие обустроенные места эти места встроились нашими студентами аспирантами под метром 10 метров под ветром 10 метров в секунду на минус там 29 градусов вот говорят исчезло исчезло из нашей жизни вот это вот эти черно-белые фильмы 60-х с их пафосом с этими геолого-разведочными рюкзаками с этими людьми которые что-то искали вот мы там сидели мы туда приехали мы двоих таких там нашли они правда слегка спились уже ну мы поставили робота и они теперь его чинят один всю жизнь мечтал мечтал увидеть вот такую вспышку и когда мы 6 сентября обнаружили я ему написал ну ты счастлив теперь я говорю я счастлив вы бы видели этого человека это инженер 60-х годов я встретился с ним на нем улыбка Гагарина вот тут выступал человек он обо всем сказал ни на одном образе вы не найдете улыбки а у Гагарина была улыбка это самое главное это наше послание миру и городу и ну понятно что же мы с такой системой можем делать мы можем позвать людей к нам посмотрите на небо вы люди запыленных городов которые не видели никогда даже большой медведицы заходите в интернет включайте этот самый штепсель заходите в интернет и по интернету вы можете открывать новые звезды потому что наша система вся погружена в интернет в начале доклада я давал даже адрес когда-то я выступал с такой лекцией ко мне пришел человек он сейчас является рекордсменом по открытию сверхновых звезд в России студент третьего курса такого астрономического учреждения Московский институт стали из плавов школьники пожалуйста мы даем все права но я теперь это о пользе как говорится а теперь надо сказать о расширении все таки все таки я назвал глобальной много слов есть про глобальную систему но я ее сделаю эту глобальную систему вот смотрите в прошлом году я был в интернете а что мы будем решать какие задачи ну там темная энергия жизнь во вселенной открытие других планет система предупреждения астероидной опасности мы все время снимаем небо как только там что-то вот я тут есть люди представители космического ведомства я знаю откуда они узнают о космических катастрофах знаете откуда и средств массовой информации не к нам они не приходят они начали строить они начали строить свою систему недавно они подумали что для этого надо взять у них телескопы найти эти матрицы и поставить но надо же найти этих двух ребят в Тункинской долине 60-х годов и зажечь их потому что там потому что там электричество падает каждую вторую неделю и надо на морозе крутить потом при минус 40 не ходят никакие шарниры понимаете там нужен вот этот энтузиазм его нет в Роскосмосе там были титаны остались карлики идем дальше это я это остров Тенерифе известный это на заднем плане вулкан Тейде здесь я в прошлом году ездил выбирать место для очередного телескопа когда мои коллеги в институте узнают что я на Канарах собираюсь поставить телескоп говорю Владимир Михайлович давайте я с вами съешь я говорю ребята я ж в Тункун-то звал всех Байкал Амулек там то да сё Морозец Банька там никто не поехал только студенты мои глупые аспиранты которых я уговорил вот так вот здесь мы сейчас собираемся ставить телескоп но я хочу сказать мы получили финансирование проекта вы поняли мы оплетаем земной шар и каждый каждый день мы с ней мы кстати делаем такую работу которую астрономы делали в прошлом веке 50 лет вот за каждую ночь будем делать но чтобы вот это возникло у меня есть сейчас финансирование ну как бы есть каждый год приходится его выклянчивать но при этом финансирование мне понадобится еще лет 8 чтобы все это плести потому что мне дают деньги на один телескоп в год а я могу ставить 5 телескопов в год то есть за год-два закончить этот проект ну ладно я вам больше не буду о грустном все равно мы его одна минута ровно столько мне и надо итак вернемся к Бахтину вы понимаете вот вселенная вселенная вот теперь мы понимаем да это новогодняя елка но кто-то ее поставил 13 миллиардов лет и нацепило эти бляшки физики теоретики говорят ребята очень просто есть такая есть такая модель большого взрыва там есть уравнение теоретической физики и там все написано ну подумайте если написано эти уравнения то там где-то между строк написано что на планете Земля третий слева от Солнца должна появиться голова которая начнет думать в этой вселенной в этой теории большого взрыва мы заложены или нет ну и раз мы появились то заложены но для чего для чего вселенная она на 90 сейчас мы знаем что она на 70 процентов состоит из темной энергии о которой мы ничего не знаем благодаря кстати робот телескопом маленьким таким темная материя это уже набила оскомину это вот Анатолий Владимирович самый лучший специалист и 2 процента это то из чего сделаны мы зачем вселенная тратила эти 2 процента своей энергии на нас на вот это вот как вы думаете зачем я думаю она хотела задать через нас вопрос чтобы доказать я существую все спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»